Всем доброго утра! Мы в Болгарии и мы выходим из нашей любимой калиточки. Созрел. Можно в чай. Можно нарвать шиповничка. У нас есть два выхода. Один на дорогу, один такой внутренний к морю. Вот это выход внутренний к морю. Там будет море-морюшка. Мы с Александром Сергеевичем идем покупать завтрак. Я вам заодно покажу соседние комплексы, какие здесь есть. Посмотрите. На самом деле мы приехали и стало холодно. Как холодно? 20 градусов. И грозы. И грозы, да. Очень была сильная гроза с громом. С очень сильным порывом ветра. Знаешь, на самом деле те, кто здесь уже давно отдыхает, там, мама моя, они радуются такой погоде, потому что это возможность передохнуть. Мы приехали на недельку. Мы, конечно же, хотели позагорать. Ну и навряд ли. Навряд ли. Вот это комплекс-компас. Он очень-очень древний, скажем так. Он один из первых, который был построен в Святом Власе. И вот видите, плита какая. Рядом с нами не строят, как правило, комплексы только по той причине, что здесь горная такая местность. И нужно ее выравнивать для того, чтобы поставить вот это все, что это плита. Наши болгары говорят, что вот в Власе очень много поляков. То есть, может быть, он строился для поляков. Действительно, очень часто увеживают польские флаги и много. Вот здесь вот у этих двух комплексов польские флаги. Он построен совсем недавно. Но здесь почему-то дорогой ценник. Они позиционируют себя, что как бы, несмотря на то, что в этом маленьком комплексе нету бассейна, там ресторана и так далее, вы можете ходить в соседний вот этот, их же через дорогу, и там пользоваться всеми услугами. Но это, наверное, не очень удобно, потому что если ты живешь в своем комплексе, конечно, тебе хотелось бы, чтобы у тебя эти были услуги и за эти деньги. Но это единственный комплекс, который мы здесь вот видели, с подземным паркером. То есть, действительно, большой подземный парк у этого комплекса. Ну, он не единственный. И я тут, вот я видел, когда заезжали, там прям очень такой современный паркер. Вот, и еще видите кусочек незастроенный? На самом деле найти сейчас незастроенный кусочек, это очень сложно. Если вы его нашли, то здесь два варианта. Первый вариант – это получение разрешений и всякой документации на строительство. А второй вариант, если вы... А вот это, кстати, сейчас посмотрим, что. Второй вариант, если вы видите какой-то незастрой у моря, то, скорее всего, там... А, это тоже шиповник. Тоже шиповник. То, скорее всего, там нельзя сажать по каким-то принципам почвы. Что, допустим, склон большой, либо обвалы, либо обрушения. Напротив нас большой пустырь нашего комплекса. Как говорят болгары, там нужно что-то такое придумать и столько вложить туда средств, чтобы почва была готова к застройке. И это очень дорого и невыгодно просто. Поэтому перед нами уже 15 лет как ничего не строят. Хотя очень довольно-таки хороший кусочек земли там. Этому я очень-очень рада. Буду надеяться, что это продлится еще какое-то время. Вот, собственно, вот эта вот большая водяница. Мы заходили туда как-то в ресторанчик. Нас не впечатлило, если честно. Сейчас вам приближу. Вот название. Видите, внизу подписано Denavi Resort. Это Denavi Group они строят. Вот хорошего качества домики, но ценник там соответствующий. И в этом году, если до этого 5 лет мы совершенно бесплатно ходили на массовые мероприятия, там на детскую дискотеку, можно было посещать конкурсы, ходить там на какие-то представления, то в этом году Denavi сделали следующим образом. они сделали платную дискотеку для всех, кто не проживает в их домах. И стоит это 5 лев на ребенка. Но взрослые бесплатно. Может быть это и правильно, потому что... вот Александр Сергеевич полез наверх. К сожалению, огромные грозь нежевики уже под солнцем сохлись. Наверное, все. Может быть и правильно, то, что они делают платную дискотеку, по той причине, что они сделали ремонт в амфитеатре. Там теперь все новенько, новенькие стульчики, новенький пол. Но, допустим, наверное, если это семья многодетная, и там у тебя 3-4 ребенка, платишь ты за количество детей. Сейчас ветер будет. Поэтому выходим наверх, гора. И там еще стригут травку. Сейчас обратно пойдем. Нет, нахожу нахожу к пусты. А, не пусты, стригут. Все равно ухаживают за зеленью, чтобы они не обвалили забор, судя по всему. Вот туда мы идем, где написано пекарня, и все вкусно. Потому что там действительно вкусно, и цены не особо кусаются. Свежая выпечка, просто свежайшая. Летом сейчас уже осень у нас с вами, а летом вообще просто там такие очередюги. Можно стоять в очереди из 15-20 человек, потому что все идут покупать себе что-то на завтрак. Но вот вчера было воскресенье, Саша сказал, что не было сытных каких-то этих булочек. Были только сладкие. Сейчас пойдем посмотрим в понедельник, что нам приготовили. Вот булочки. Прям запах их, они все горячие. Ну вот такие берем. Кифло с шоколадом, а кифло с мармеладом. Еще вот эта вкусная пицца с шумкой Ташковал. Цены 2,50. Лет 40 и лет 40. Летом еще вот такие пиццы есть по кусочку. Но видите, не сезон. Кстати, вот я в кофте и шорте. Ну сколько у тебя получилось? 3,14. 3 с сыром и ветчиной булочки. И одна с шоколадом. 3, да. 3 лево, 14 статины. Вон там море виднеется. Пойдемте понизу пройдемся. Ну не сильно понизу, просто... Все горячее. Горячее? Да. Стоп. Вот такой завтрак на протяжении всего лета у нас присутствует в Болгарии. Мы ходим, покупаем булочки. Сейчас нас... О, нас пропускают. Вот это аптека. Она работает круглогодично. Она не закрывается на зимний период. И вот этот магазин, супермаркет Марина, он тоже работает круглогодично. Я еще рассматривала вот в этом комплексе квартиру. У меня вообще было 3 варианта, которые я рассматривала. Я постараюсь их даже найти на каком-нибудь жестком диске. Потом вам расскажу, что, что и где. Почему мне не понравился этот комплекс? Он, несмотря на то, что он новый, что здесь есть бассейн и парковка со шлагбаумом, здесь вход в квартиру с внутренней стороны. Квартиру мы рассматривали изначально на первом этаже, потому что дети и собака. И там рядом кухня. Кухня у магазина. И за счет этого, если бы какие-то... Привозили бы продукты, да, там в 5 утра вот эта разгрузка-погрузка начиналась бы. Все, это все. Ты не поспишь, ты в тишине не посидишь. Еще запахи от кухни идут очень сильные. Хотя там был намного... Ну, то есть там квартира была за ту же стоимость, но с хорошим ремонтом. Слушай, а здесь я не понял. К морю мы еще с вами сходим. А это у нас вторая линия. И это единственный долгострой в Святом Гласе, который не был построен. Эти квартиры продавали и перепродавали два года подряд. Но в итоге застройщик, насколько по слухам известно, сидит. Это русскоязычный товарищ. И здесь проблема уже. То есть как бы он не разрешает продавать, там перестраивать. Вот этот комплекс не хочет. Он считает, что это его собственность. И действительно документы принадлежат ему. Соответственно, вот это все его. Но и достраивать он не собирается, потому что он еще сидит лет 10. Вот это единственный минус в Святом Гласе. Это вот этот долгострой. Ну, там мы не знаем, долгострой или нет. Еще у нас есть сомнения по поводу одного долгостроя. Но мы пока не знаем, долгострой это или нет. Вот это воденица, которую я вам показывала только с другой стороны. Видите, в этом году людям отгородили, у кого там, смотрите, первые этажи, отгородили кусочек свободный и сделали паркинг. И там люди паркуются. У вас окна теперь выходят на паркинг, а не на пустырь. Вот такое бывает. Но вот эта парковка, вообще-то, на круглый год какая-то, круглое лето свободное, есть очень мало на ней. Да, ну потому что это не первая линия, и она не пользуется спросом. Вот это вот Вега, Вега-2. Есть еще Вега-1, она ближе к Морелу, расположена. Вот Вега-1 и Вега-2, это тоже одни из самых таких первых комплексов в Святом Власе. И, наверное, стоит все-таки сказать, что там зачастую очень много плесени. Плесень в Болгарии вообще это такое распространенное удивление. Потому что зимой ничего не топится. И если вы что-то собираетесь покупать, обязательно покупайте зимой. Потому что, когда вы приезжаете, вы увидите все нюансы своей квартиры. Плесень, сырость, холод. То, чего вы летом ни в коем случае не обнаружите, потому что летом будет тепло. Как правило, весной, если у вас плесень на доме, там все это счищается, сверху красочкой красится, вы приезжаете, все дико красиво, все такое ухоженное, все такое классное. Начинаешь копать, ковыряться и видишь, что ага, вот здесь вот это, вот здесь вот то. Чтобы не попасть в такой просак, лучше приезжать зимой. Зимой здесь будет тишина, спокойствие. Вот мы видим двух жителей, туристов. В Болгарии вот примерно так будет зимой и весной. Вот, пожалуйста, вам покажу. Вот это детская площадка. Вот это у нас, как их, тренажеры. Вот там люди занимаются, молодцы, не то, что мы с булочками по утрам. Вот этот комплекс Триумф, он принадлежит русской компании, строила его русская компания. Здесь, наверное, 90% русскоязычных. Не русские, это там англичане, которые просто приезжают и снимают в комплексе на лето апартаменты. Апартаменты хорошие, сам комплекс очень хороший. Не очень дешевый ресторан. Но, кстати, видео я снимала про ресторан. Обязательно сходите, обязательно посмотрите. Будет вам интересно, что там предлагают, по какой цене и насколько это вкусно. Вот эта парковка принадлежит Триумфу. Вы ее оплачиваете, если вы приезжаете на машине. Очень классный комплекс. Нет к нему совершенно практически никаких претензий, кроме качества строительства. Но мы с мужем предполагаем, что нет смысла, так как все-таки это дача, нет смысла в эту дачу как-то супер много вкладывать. И нет смысла за нее соответствующие деньги платить. Если в вашем комплексе ресторан, если в вашем комплексе большой бассейн, то, соответственно, такса за обслуживание у вас будет выше. Но в ресторан вы можете и так сходить покушать, плюс насколько вам нужен этот бассейн, если у вас есть рядом море. Я в бассейне, я и море-то редко купаюсь, на самом деле. В бассейне, тем более, уже жарко. Вот мы заворачиваем, получается, с одной из главных улиц Святого Власа проезжей части вот в такой переулочек. Это наш переулочек. Смотрите, как у нас будет тишина. Единственное, что мне не нравится в больших комплексах, видите, везде, кстати, пишут продажа. Там тоже продажа. Многие продают, хотят продать по той стоимости, по которой они купили лет 5-10 назад. Но это невозможно, друзья мои, потому что рубль пал. Тысячу евро за квадрат просят это по старой цене. Да, по старой цене тысяча евро квадратный метр. Но у нас меньше, кстати. У нас меньше, но с пересчетом на рубли получается очень дорого. Дороговато. А вот наш комплекс. Тоже, кстати, там у нас висят объявления продажи. Практически в каждом комплексе, я считаю, что будет одна-две квартиры, которые будут продаваться. И вот видите, как у нас тихо. Вот это меня приманилось, скажем так. А вот вот этот вот пустырь, который не застраивается, потому что там неподходящая пока местность. Может быть, засыпят и построят. Ху, у меня даже одышечка. А вон наши детки конфетки. Помашите ручкой. Скажите привет! А я делаю корзину из листика. Здорово. Ой, Александр Сергеевич зацепился за Розу. Идемте завтракать. Бассейн у нас тоже есть небольшой. Ее потом отдельно снимем. Пойдем завтракать. Комплекс наш. Вот наша квартирка. Да, раз одна-два снять отдельно. Это тетки наши развлекаются. Сажают. Мой крышкой. Мой крышкой. Мой крышкой. Мой крышкой. Иди сюда.